Я хочу повториться, я хочу посвятить песню, офицерский роман свою, всем тем, кто носит погоны сейчас, кто носил их раньше, кто будет носить их когда-то еще. Я просто считал, что однажды написав эту песню, где-то скоро ее забуду, но получилось так, что написанная в 91-м году, она в какой-то степени актуальна и сейчас. Это я понял, посетив пять раз Чечню с командировками, это я понял, что мы извечная страна ветеранов. Дай бог, что, конечно, чтобы мы новых фестивалей по другим поводам не организовали, дай бог, чтобы все междоусобные конфликты были где-то позади, но пока история диктует такую стезю нашей родины. Офицерский роман. Я свои маршальские жесты зашвырну на далекую полу, ни к чему мне теперь генеральский широкий лампас. Говорят, что атака нет для отечества то, что престиж офицерства и всякий, как свечка, указ. Мол, поручик Голицын не взял бы с собою в атаку, не поем мы романсы и многих не знаем стихов. Что мы лишь в ресторанах способны на пьяную драку, мол, не любим актрис и не ведаем тонких грехов. Прощеватый юнец рассуждает о службе военной, вслед за ним выступает с высоких трибун депутат. Нет, ругают не все, но усердствуют так вдохновенно. Те, кто лишь из кино, узнают, что такое солдат. Беспортирный майор, воевавший в далеком Афгане, потерявший здоровье в ракетных войсках капитан. Пусть расскажут о том, как простые российские вани Исправляют ошибки правительств республик и стран. Состраданье не ждем от правителей партий и судей, Но хотелось бы знать, кто куда и зачем нас пошлет. И не пристало нам быть на ролях бессловесных орудий, Выполняя приказы, которых не отдал народ. Поднимите же голову, вы лейтенант из стройбада, И полковник, десантник, участник недавней войны. Перетерпим обиды, в запас уходить рановато, Впереди перемены, в которых мы будем нужны. Все же маршерский жест я не брошу на пыльную полу, Кто сказал, что от армии нет для отечества толку, Не пришло еще время отречься от наших погон. Кто сказал, что от армии нет для отечества толку, Не пришло еще время отречься от наших погон. Резкий курс. Вы знаете, в принципе, наверное, человек живет любовью. Я эту песню написал не так давно. Я посвятил ее своей жене, посвятил ее своему ребенку, И вообще прекрасным женщинам. Песня называется «Март». Хотя «Март» еще не наступил, да, сегодня же последний день, по-моему, да? Ну, считаем, что я пою про завтрашний день, «Март». Последний вздох зимы и первые капелли, Внезапное тепло, и в юге круговец, Ликует месяц в март на пьяной карусели, Смешав огонь со льдом, С водой зимой утреть. Бар уходит с обрывками старый газет, И ручьи уплывают морщинами улиц. В этом времени года ищу я ответ, Что бы стало со мной, если б мы разминулись. В этом времени года ищу я ответ, Что бы стало с тобой, если б мы разминулись. Моя шальная жизнь на этот март похожа, То вверх, то снова вниз, О прошлом не скорбя. Но без любви твоей Копейки не дороже, Что стоит эта жизнь, В которой нет тебя. Бар уходит с обрывками старый газет, И ручьи уплывают морщинами улиц. В этом времени года ищу я ответ, Что бы стало с тобой, если б мы разминулись. В этом времени года ищу я ответ, Что бы стало со мной, если б мы разминулись. Последний вздох зимы И первые капели Внезапное тепло И в юге круговерть Ликует месяц март На пьяной карусели Смеша погонь за льдом С водой земную твердь Март уходит с обрывками старый газет, И ручьи уплывают морщинами улиц. В этом времени года ищу я ответ, Что бы стало со мной, если б мы разминулись. В этом времени года ищу я ответ, Что бы стало с тобой, если б мы разминулись. Валерий Повалёв, аплодисменты. Да, мы попросим спеть ещё одну песню. Вы знаете, я всегда ставил эксперименты в вашем зале. Помните, в прошлом году я Мороз-Мороз тут без микрофона пел. Сейчас я без микрофона петь не буду, Потому что хочу спеть вам романс. Специально для женщин посвящу. Сейчас модно стало песни один, Песни о главном старом один, Песни о главном два, Песни о главном три. Мы тоже возвращаемся каким-то образом, Потому что в песни о главном три Один из очень отличных и любимых моих певцов пел тоже эту песню. Я сейчас её тоже спою. Это композитор Пальмы. Скажите девушке. Подсказывай чуть подальше, наверное громко, да? Могу потише. Нормально, говорит, что там суфлирует друг. Конкурент друг это всё равно конкурент, вы понимаете? Скажите девушке, подруге вашей, Что я не сплю ночей, а не мечтаю, Что всех красавиц она милей и краше. Хотел в любви признаться ей, Но слов я не нашёл. Очей прелестных Огонь я обожаю, Скажите, что иного Я счастья не желаю, Что страстью нежной, Как цепью к ней прикола, Что без неё в душе моей Тревоги не унять. Когда б я только смелости набрался, Я б ей сказал напрасно, ты скрываешь, Что нежной страстью Что нежной страстью Сама ко мне планишь, Расстанься с глупой маскою, И щельце мне открой. Очей прелестных Огонь я обожаю, Скажите, что иного Я счастья не желаю, Что страстью нежной, Как цепью к ней прикола, Что без неё в душе моей Тревоги не унять.